Сразу несколько аукционных домов выставили на продажу картины Марка Шагала. Самую дорогую из них над городом попробуют продать на вечернем аукционе Сотби 13 ноября, то есть послезавтра, за 12 или 18, предположительно, миллионов долларов. Офис Лайф об этом пишет. Три работы художника будут продавать и на следующий день, 14 ноября, на дневном аукционе среди картин. Праздник в цирке. В 2017 году работа Большой цирк, вообще много у Шагала работ, связанных с цирком, и, значит, работа Большой цирк ушла с молотка за 16 миллионов долларов. Директор Витебского музея Марка Шагала Ирина Воронова рассказала российскому информагентству «Спутник Беларусь», что государственные музеи не могут позволить себе такую покупку. Цитата. «До 20-го года Белгазпромбанк собирал коллекцию белорусских произведений искусства. На одних из торгов представители банка попытались приобрести керамику и скульптуру художника, но тут же сотрудники Национального музея Марка Шагала в Ницце наложили вето на их продаж». К слову, коллекция «Белгазпромбанк» является крупнейшей корпоративной художественной коллекцией. Там 150 произведений всемирно известных белорусских художников, в том числе Шагала, скульптуры, книги. 35 произведений из коллекции имеют статус историко-культурной ценности Беларуси. После возбуждения уголовного дела многие работы коллекции были изъяты, но потом их вернули в галерею «Арт Беларусь». Сейчас работы выставляют, кстати, не только в столице, но и в областных центрах. Почему работы великих мастеров, которые происходят из Беларуси, можно встретить где угодно, но только не у нас в стране? Давайте начнем с этого вопроса. Разговор с искусствоведом Никитой Мойничем. Никит, доброе утро. Привет. Да, ну вот скажи, вот почему это? Почему это? Шагал, Витебск, он так любил его, он всю жизнь рисовал его, он пронес через всю жизнь это ощущение детства, счастья, радости, волшебства. И работы его в Беларуси, а есть вообще какие-то? Ну, во-первых, да. Во-первых, дальше как бы Витебск это и не надо уходить, потому что в Витебске замечательный музей Шагала, где выставлена его графика тиражная в большом количестве, несколько сотен листов, больше трехсот, кажется. Важным нюансом является то, что это подарки, и это как раз в нашу тему. То есть это не то, что белорусское общество, делегировавшее из себя кусочек под названием государство, сказала нам важен Шагал, и мы обязательно должны его купить, и его не доедать будем, но купим. Нет, это наследники Шагала, это его, соответственно, внучки, это представители комитета Шагала, которые в какой-то момент такие, ну, это же родина нашего великого предка, нашего гения. Соответственно, там должно быть это все представительно, красиво, и вот целой серией передач была сформирована замечательная коллекция и блистательная библиотека, потому что музей же это не только предметы, которые хранятся, да, это же еще и исследовательский центр, поэтому вот чудесное собрание книг, постоянно проходящие конференции, так называемые шагаловские чтения, это все есть, да, несмотря на что, на то, что Шагал-то это ж буржуазный пережиток, Шагала же белорусские коммунисты, значит, всячески отрицали, как могли, и это как раз-таки продолжение ответа на твой вопрос, почему мало Шагала, где он, да, вот почему в нашей стране его нет. Если через запятую описывать, то получается, первое, давно уехал и, соответственно, большую часть своей жизни провел вне территории Беларуси, вне территории современной Беларуси, писал в другом месте, был признан в другом месте и долгое время считался у нас здесь десятилетиями, как чужды нам идеологический художник. Раз, или там, да, раз, два уже, наверное. Раз, так, второе, денег нет. Второе, что для того, став великим художником, он стал закономерным образом дорогим художником, сильно дорогим, и действительно позволить себе миллионы долларов или евро для приобретения работ сложно, для этого нужна мощная воля. Эта воля может быть государственно-общественная, особенно если между обществом и государством есть связь какая-то, желательно. Либо, соответственно, частная воля, вот то, что мы видели в ситуации с Белгоспромбанком, с коллекцией Виктора Бабарико, когда на аукционах все это приобреталось. Ну и, наконец, третье, что нужно, это юридическая база для того, чтобы можно было, допустим, от лица государства, даже если мы хотим нормально участвовать в тех же аукционах без танцев с бубном. И здесь проблемы, которые начинаются уже на уровне того, что те, кто принимает решения, те, кто оформляет законодательно подобные механизмы, подобная вообще деятельность, они наследниками кого являются? Какой мы праздник только что праздновали в Беларуси? Ну вот и их, этих самых, да. Вот именно, соответственно, почему мы решили, что люди, которые говорят, как официальную позицию, что СССР это очень клево, должны быть непоследовательными. Они последовательны. СССР это очень клево. СССР говорил, что, значит, Шагао это буржуазный сионист, чуждый нашему обществу. Все логично, просто как бы, вот нравится буржуям, каким-нибудь банкиром покупать, пусть покупают, а государственные деньги на трактор пойдут. Я очень упрощаю. Но, в конце концов, искусство это не десерт, конечно, как говорит Татьяна Черниговская, это основное блюдо. Без культуры нам тяжело куда-нибудь будет дойти в высокие какие-то дали. Но все равно до искусства надо дорасти. Правильно? Растем пока что. Растем. Никит, вот мы растем. Я хотел бы все-таки вернуться к этой теме, еще вернемся, но закруглить историю с механизмами покупки. Давай еще раз сформулируем. Почему было наложено вот это вето в музеем Шагала в Ницце, когда Белгоспром хотел купить? Что тут? Вот этот механизм, он понятен. Любое государство хочет сохранять, а не разбазаривать. Соответственно, вот есть на территории страны продажа какого-то предмета. Соответственно, он в настоящий момент, даже являясь собственностью какой-то семьи, какой-то частной коллекции или, может быть, корпоративной коллекции, он, тем не менее, представляет собой единицу культурного наследия, какой-то, значит, важный артефакт, находящийся на территории страны. И представители этой страны, наилучшим образом понимающие ценность этого предмета, удивительная вещь, но не Министерство культуры и никакое другое министерство. Во Франции есть там разве Министерство культуры? Во Франции есть Министерство культуры. В этом смысле Франция, во многих странах есть Министерство культуры, может быть, даже в большинстве, тут я статистики не знаю, но культура, так как нуждается в значительном, в значительной опоре на государство, поэтому, соответственно, имеются структуры, которые предназначены для этого. Прости, я тебя сбил с мысли, да. Да, соответственно, музеи говорят, вот это мы не хотим потерять. И вот такие ограничительные законодательные механизмы, они существуют. К примеру, попытайтесь даже из Беларуси с нашим продвинутым либеральным законодательством, попробуйте вывести картину, даже современную, не говоря уж о какой-то классике, вы должны получить разрешение, пройти экспертизу в Министерстве культуры и получить разрешение на вывоз. Соответственно, здесь у нас речь о том, что вот оно будет продано на аукционе в какие-то частные руки и уйдет за пределы государства. И государство говорит, эээ, подождите. И здесь начинается интересная вещь, потому что во Франции, когда музей делает вето, ставит свое вето, значит, витует такую продажу, дальше он должен это купить. Ну, то есть он получает право это приобрести, он говорит, это настолько значимо, что мы готовы наступить немножечко на право собственности частника. Ну, а тот, кто продает, он же такой, типа, что с балет, а что мне с этим делать? Мы у тебя это купим. И вот здесь уже начинается законодательство здорового человека. То есть, смотри, правильно ли я понимаю, что вот это вето, которое наложил музей в Ницце, это совершенно не означает, что, типа, а, белорусам не продадим, немцам, пожалуйста. Нет, это в принципе никому. Или в крайнем случае там на территории страны, чтобы это осталось, какому-нибудь французу, но с условиями там хранения в музее и так далее, так далее. То есть это такая штука, которая... Это не означает, что, а, белорусы, да, ну вас. Я не читал законодательного этого акта, к сожалению, и поэтому не могу сказать, не знаю, всех тем более подводных камней, может быть, есть на фоне нашего постоянного кризиса с отношениями, что как бы, ой, белорусы, но тем более. Вряд ли. Скорее речь идет действительно о том, что государство хочет сохранить ценность культурную на своей территории. Угу, ну понятно, да. Ой, тут у нас опрос. Белорусы пытались купить работы Шагала, но на такую покупку накладывают вето. Обидно ли вам? И 55% проголосовало за вариант, да, нам очень нужны работы Шагала. 35% проголосовало за вариант. Нет, нет, зато работы Шагала целее будут. Целее будут, это такая забота. Вот, а 9% все равно. 9-10%, да, вообще, наплевать. Вот я как раз хотел спросить, ты говоришь, мы да, растем, растем. Может, нам действительно, ну, 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 нет запроса на это все, ну, сто лет. Ну, ты как экскурсовед, как экскурсовод, ты же видел, что происходит. Ну, не валили же к тебе прям тысячами люди, да? Ну, придет какая-то группа маргинальная заинтересованная, там, что-то. Ко мне валили, но это, может быть, не Шагал виноват. Нет, на самом деле, речь о другом. Речь о том, что, помните такую пирамиду, ну, не Хеопса, а Маслоу, да, как где-то у нас внизу хлебов, потом Маслоу и только потом икроу. Соответственно, есть некоторые иерархии. И эстетические потребности, эстетический запрос, запрос на творческую самореализацию пассивного рода, то есть не когда ты сам рисуешь, а ты смотришь, как нарисовал другое, кто умеет. Это все-таки определенный навык. То есть фактически проще всего это описать через метафору. Как научить ребенка читать книги? Я вот его бью-бью, а он не читает. Ответ очень простой. Читай книги сам. Причем не в смысле, что садись демонстративно перед ребенком и листай страницы. А у тебя там в книжке телефон вложен, и ты такой, почему-то страницы так листаются, а ты вот так вот ее листаешь. Нет, получай удовольствие от этой практики, да, и то же самое касается театра, музея, чего угодно, и у ребенка практически не будет выбора. Ну, то есть он смотрит, как самые важные люди в его жизни, его родители, возвращаются из театра и такие, вау, как было классно, или, боже мой, какой был ужас. И они это обсуждают один вечер, второй вечер, и ребенок такой, да что они там, что там происходит такое, мне туда надо, мама, папа, где ляльки, давайте, погнали. Соответственно, через это происходит индоктринация, да, привыкает человек потреблять. То же самое можно сказать об, например, элитах общества, да, то есть общество и его элиты, которые задают некоторый тренд, внимание к культуре, не в смысле вот эти бигборды по стране, когда платить налоги – это наша культура, да, или там платить налоги – это реставрация и так далее. Чуваки, вы меня не обманете, это социальная реклама не про культуру, это социальная реклама про налоги. Соответственно, если с точки зрения государства культура – это не секси, то процесс вовлечения в культуру будет более медленным, более фрагментированным, фрагментарным. Это будет частная история. А для того, чтобы, и тут мы возвращаемся, да, эта частная история произошла, человек должен иметь кусок мозга, кусок сердца свободного, помимо мыслей про то, что нужно отдавать кредит или вовремя почистить телеграмм, значит, сделать усилия достаточное, чтобы, ну, как бы, узнать что-то, чтобы новую практику начать. Это как можно сравнить со спортом, да, то есть вот человек не занимался никогда спортом, и ему говорят, что ты спортом не занимаешься. Ну, как бы, понимаю я, что спорт – это хорошо, и вот, может, попозже и умру, а может, в имеющихся ситуациях так и лучше, чтобы пораньше, да, меньше мучиться. Нет запроса, нет запроса, и, соответственно… Нет ресурса. Кот Матроскин что говорил? Чтобы, как это, как он говорил, что что-то у нас… Пить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Нет, наоборот, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь. Это дядя Федор говорил, или ты не об этом? Нет, я про другое, про то, что что-то у них там есть, но чего-то у них там не хватает. Вот у него какая-то такая была фраза. Не помню, честно. В общем, ресурс не хватает. Про усилие это очень хорошо, потому что недалее, как в пятницу, я тут люди, которые приболели, сейчас рассказывал, как я дочке объяснял, зачем ей надо… Вот она у меня спросила, зачем мне историю биологию учить. Я ей приводил цитату из Мамардашвили, что быть человеком – это прежде всего усилие быть человеком. Вот так и ты сейчас про это слово. Хотя мы видим, что когда мы говорим о дохлом Путине, нас смотрит 3,5 тысяч человек. Когда мы пытаемся говорить о Шагале, нас смотрит 2 тысячи… Было недавно 2 400, сейчас 2 275. То есть, да, это заранее проигрышная тема. Все это, конечно, интереса, конечно, никакого нет. Ну, с другой стороны, это же не повод о ней не говорить, правда? Поэтому мы с тобой… Вот здесь есть нюанс. Смотри, очень, мне кажется, важный нюанс. Краеугольный… Вот есть замечательное выражение, что наука – это удовлетворение своего любопытства за деньги налогоплательщиков. Мне она очень нравится. И мне кажется, она в значительной степени касается очень многих вещей, в том числе и культуры. Ну, если с деньгами налогоплательщиков все плохо, то удовольствие и любопытство никуда не девается. То есть, краеугольным камнем того, чтобы проект в культуре какой-то происходил, является личный кайф от происходящего, личное удовольствие. И мотивировки этого удовольствия могут быть очень разными. У кого-то… Мы же не можем быть уверенными в том, что, допустим, Виктор Дмитриевич Бабарико, когда собирал эти коллекции, он просто хотел послужить Родине. Он хотел, чтобы вот белорусы широ изразумели, значит, наши культурные сдобытки. Нет. Комплекс его каких-то интересов мог быть гораздо шире. В них могли быть разные вещи, как подобно тому, как вот в Европе, например, или в США, когда банк какой-нибудь платит деньги, передает деньги музею, покупает какие-то произведения, спонсирует культурные мероприятия. У него есть свои интересы, маркетинговые интересы, интересы снижения налоговой базы, еще какие-то. Но в результате они находят это достаточно важным для себя, чтобы это делать. Вот ты нашел достаточно важным для себя говорить со мной сегодня, я нашел достаточно важным для себя говорить с тобой сегодня. Ну кайф же. Кайф. А Бабарыка деньги отмывал. Вот и все, что вам надо про него знать. Очень сложный вопрос. Давайте сделаем так. Я не считаю, чтобы Бабарыка деньги отмывал. Я не знаю. Я в банках ничего не понимаю. А Ева приехала в Беларусь. Вот. Она-то здесь в результате. И Шагаус здесь, и Царфин здесь, и Цаткин здесь, и Глюкман здесь. И все эти чудесные художники здесь, их не было, а теперь они есть. Я как экскурсовод говорю, я не мог провести экскурсию по Хаиму Сутину, пока в стране не было Хаима Сутина. Правда, мы с ним работаем посменно. Типа он приехал, я уехал. Но это уже другой вопрос. Был момент, когда у нас было пересечение. Мы им для перекура вместе. То есть, какая бы мотивировка ни была, сейчас будет библейская цитата, да, ибо о древе судите по плодам его. Соответственно, вот у нас сейчас есть произведения. И эти произведения дождутся своего часа. Когда в 60-е годы белорусские музейщики и исследователи собирали по церквям, закрытым церквям, полузатопленным, разрушенным, полусгнившим, собирали иконы, они не могли их выставить. Они не могли их даже нормально отреставрировать. Но они знали, что в какой-то момент это надо сохранять. И мне кажется, что в очень многих вопросах мы сейчас находимся в состоянии этих музейщиков 60-х. Аладовой, не знаю, Журбеев, прочих многих, многих-многих. Высоцкий, разумеется. Мы сохраняем то, что можем для того времени, когда это пригодится. Ну вот видите, да, я просто вспоминаю, я не случайно сказал Голомшток. Это был такой искусствовед Игорь Голомшток. Он, по-моему, живет до сих пор, если я ничего не путаю. Да, он описывал как раз в своей книжке мемуаров вот эти поездки по богом забытым российским деревням и весям в поисках именно икон. Они занимались этим вместе с другом Синявским. Андрей Синявский такой писатель. Дело Синявского Даниэля наверняка слышали. Или Абрам Терц еще вдруг у кого-то на полке стоял. Под этим псевдонимом писал. Ну вот потрясающая история, как они находили. А потом Голомшток он мог оценить. Ну, я не хочу сказать стоимость, но, скажем так, ценность того или иного объекта. И он поражался, говорит, я захожу в заброшенный дом, а там две иконы стоят. Причем эти иконы там 13 века, условно говоря, какие-то невероятные, просто невероятные экспонаты. Они просто валяются, где-то валяются, на какое-то сало кто-то резал, вот купил. То есть вот такая история. Ну, и они это все собирали. Ну, ладно, это так, маленькая-маленькая. Прошагала все-таки. Какая у тебя любимая картина Шагала? С недавних пор мне безумно понравилась его серия. Это графика. Это... Я все по графике. Это, кстати, у Шагала отличное дело, потому что он работал в графике много, в графике тиражной, очень был внимателен к техникам воспроизведения. И в результате наследие графическое, я же не зря вспоминал вот Витебск, где как раз-таки графика его, это гораздо более демократическая штуковина. То есть там стоимость одного отдельного листа исчисляется несколькими сотнями или несколькими тысячами евро. И это гораздо более посильная цена. Соответственно, тем более, что недавно выбросили много работ на рынок относительно, и цены на них довольно серьезно упали. именно ввиду того, что чем более широкий ресурс, более широко распространен какой-то ресурс, товар, тем, соответственно, снижается его цена. И это закономерный механизм. Так вот, в серии, в 20-е годы он сделал смертные грехи. И вот это 15 работ было с двумя листами на каждый грех. И, соответственно, вот там чревоугодие и лень. Ну, понимаете, искусство должно быть близко человеку, который на него смотрит. Оно отзывается всегда в сердце. Поэтому вот, чревоугодие и лень просто блистательно, мне кажется, исполнены. Но со стороны наоборот уже того, чего не хватает, я могу сказать, что тут тот же, допустим, два листа, посвященные гневу, они бесподобно ухвачены. Вот гнев как освобождающая эмоция. Гнев, который вырывается из-под спуда какого-то психического контроля или, в общем, общей картины мира. И когда я вижу, как белорусский еврей Шагал пишет, будучи молодым достаточно человеком, вот этот гнев как освобождающие эмоции, я такой, вот что такое картина мира. Вот что такое жить столетиями и контролировать себя, жить столетиями отдельным, жить столетиями постоянно развивая вот этот доспех контроля собственных эмоций, потому что проявление сильных эмоций приведет к погрому против тебя. И вот как это подает Шагал. Мне кажется, я чувствую и понимаю, что имеется в виду. Поэтому сегодня скажу так. Смертные грехи в исполнении Марка Шагала – это мое его любимое. Хотя, знаете, дам второй пример. В местном музее у нас здесь в Мадриде, в Тисоне, есть чудесное полотно 1917 года с Витебском, то есть времен нахождения Шагала как раз-таки на территориях наших, и это серо-белый Витебск, сложно организованный, чуть кубистический, а на переднем плане забор, ну, совсем как вот в нашем поводе для разговора, да, влетящих, влюбленных над городом, только никто не какает. Кстати, на версии, которые будут продавать в ноябре, тоже никто не какает. Ну, это же именно авторская реплика, то есть это не оригинал картины, да? В смысле? Что ж не оригинал, а сделал кто? Ну, он как бы, ну, это уже, ну, вот я ж не искусствовед, за что, за то и продаю. Короче, заканчиваю про Витебск из Мадрида, там просто на заборе дурак написано, и прям вот русскими буквами, и чудесно. А теперь давайте про авторское повторение. Все, кто был в художественном музее, знают, что, значит, известная картина, про которую все время говорят, Пукерев «Неравный брак». Ну, отлично, «Неравный брак». 150 этих. Подождите, в Третьяковке «Неравный брак» же ж висит, это ж нам же в школе рассказывали, и я на экскурсию ездил. Авторское повторение спустя более чем 10 лет после написания первого варианта. Это хуже или лучше? Ответ, можно опрос сделать. Не знаем, да? Для этого нужно поставить две картины рядом. И вот я предложу вам вариант. А что, если наша минская версия «Неравного брака» – это картина, созданная гораздо более опытным художником? Художником, который вместо вот этого порыва молодости, вот этой идеи, что история полуавтобиографичная и так далее, теперь уже подходит к созданию картины с мастерским, взвешенным, гармоничным совершенством. И что вариант из Минска лучше, чем и вариант из Москвы. Например. Нет, так это понятно. Отлично. Отлично. Теперь переходим к шагам. Вариант, который будет продаваться – это вариант картины, который сейчас находится как раз-таки тоже в Третьяковке. Вот что-то, все, что не скажем, все в Третьяковке находится. Соответственно, шагал за время нахождения в Российской империи, то есть на территории Витебска, теперешней Беларуси, потом Москвы, довольно много работал. Он много лет был в Париже, учился, потом поехал на свадьбу сестры и проведать Беллу. Фигакс – Первая мировая. Застрял. Застрял на много лет и выберется он из Российской империи только в 22-м году. Вот те картины, которые он писал на протяжении лет, находясь в Российской империи, он далеко не все сумел вывести. Он уезжал через Каунас, через Литву, и, соответственно, он поехал выставку устраивать, потом оттуда уже поехал в Германию, в Берлин. И вот и в Берлине, и в Париже он обнаружил, что пропали сотни картин. Часть из них он отдал продавать по доверенности, все продали, положили деньги на счет, а деньги сгорели вот так из-за инфляции в Берлине. Он даже судился. Потом он поехал в Париж, надеясь там найти те сотни работ, которые он оставил в Улье, когда у него там была мастерская. А Уль за это время национализировали, картины все сложили в невостребованные. Шагалаш нет, все думали даже, что он умер. Сложили в какой-то сарай, и они тоже пропали. То есть у Шагала буквально за несколько месяцев, за год исчезло несколько сотен произведений. И он их потом фанатично воспроизводил. Он находил их по коллекциям, он писал их по памяти, он в принципе пытался вернуть все то, что натворил за долгие годы своей бурной непростой молодости. Поэтому идея авторского повторения, возврата к тому, что он уже создавал, довольно логична. И вот наша сегодняшняя история про продажу той версии картины над городом, которая была создана в 23-24, кажется, году, это даже интересней, чем просто повторение картины. Потому что это повторение картины в попытке вернуть утраченное, в попытке осознать, ну как бы освоить обратно это пространство, взять над ним контроль. Я это создал, и я хочу этим вводить. Я хочу вернуть контроль над собственным творением. Красиво метафора, правда? Красиво. За нее можно было бы и побороться, хотя, конечно, ценник будет наверняка довольно космический. Ну где-то там так и будет, миллионов 16, да, ты думаешь? Тут есть нюанс. Последние продажи Шагава обычно превосходят эстимейт, то есть эстимейт, предполагаемая цена, вот эта вилка между 12 и 18 миллионами, это та цена, при которой все будут довольны, при которой продавец будет доволен, и, соответственно, посредник в лице аукционного дома будет доволен своим вот этим процентом, который он получит за продажу. Зачастую финальная цена может быть в полтора, два, три, пять, десять, двенадцать плюс бесконечность раз выше. И, учитывая, что полотно сверхзнаковое, что больших Шагалов мало на рынке, что, я так понимаю, хороший провинанс, если я правильно понимаю, у коллекции, у произведения, откуда оно происходит, то, в общем, цена может быть действительно высокой. Зависит это скорее либо от наличия кого-то со страстью, то есть кто-то, кто такой типа, блин, Шагал, как я это люблю, я это очень хочу, либо если какой-то музей вовремя подсуетится и скажет, нам вот этого не хватает, поэтому давайте скидываться, вбрасывать большие деньги, мы готовы. Или, соответственно, если кто-то уверен, что у него там сейчас есть лишнее 20 лямчиков, вот, и ему надо их куда-то вложить для того, чтобы потом через 10 лет продать за 30 лямчиков, учитывая глобальную инфляцию, вообще в принципе валюты любой. Шагала можно вкладываться. Шагала можно вкладываться, он демонстрирует устойчивый последовательный рост, превышающий общую инфляцию, то есть как бы он этот хороший актив. — Тебе тут столько благодарности прям, что капец, я даже всего не перечислишь, прям Никита, спасибо, дякую, дякую, спасибо, экскурсовод здорового человека и так далее. Вот, кстати, авторское повторение оригинала — это хорошо-плохо, 79% считают, что хорошо наших зрителей, а 27% считают, что плохо. Ну, вот видите, большинство. Я к режиссеру обращаюсь, Игорь, а давай пару график каких-то Шагала, чтобы люди понимали, о чем идет речь, чтобы хоть немножко представление имели. Вот просто полистаем, что там у нас первое. — Это рождение мира было. Это одна из поздних гравюр, которая, значит, из сборников уже 60-х, кажется. На самом деле, ой, это, соответственно, замечательная серия «Мертвые души», которая отражает Гоголя. И на переднем плане мы видим слева Гоголь, справа Шагал. Кстати, раз уж эти благодарности и так далее, у нас тут выпуск был не очень давно про графику Шагала. Это даже был небольшой цикл. Там было сначала просто про графику, чтобы вот некоторые из вас, которые смотрят сейчас на картинку и такие, что это за какие-то козюки, да? Это даже не... Где синий? Что это за синий растворенный такой? Где шагаловское мясо цветное? Все это есть. Шагал чудесно работал с цветной литографией. И, в общем, чтобы осознать, чем важны тиражные техники, почему это клево как-то смотреть, и самое главное, что такое шагал в графике, то ставь лайк, подписывайся на канал. Я сейчас попрошу. Вот, недалеко, где-то там в списке видео есть довольно милые ролики, мне кажется, они удались. Ну, мы, конечно, поделимся и в чате делимся, и в описании поставим ссылку на канал Никиты, безусловно. Конечно, подписывайтесь, смотрите. Ребята, это обязательно. Нельзя дать себя погубить вот так вот просто, не сопротивляясь. Все-таки душу тоже время от времени нужно как-то утешать. А у меня шагал, вот эти ослики его, я не могу просто на это смотреть. Понимаешь, я вот зрителям нашим говорил уже не так давно, когда вот сходил я на графику Пикассо, здесь в Варшаю выставляют, а разрыдался, когда на выходе открыл книжку Шагала. Ну, то есть, видишь, что-то накопилось, потом бац, это тослик, чертов, я не могу. Вот это ощущение какой-то наивности, невинности детского восприятия мира, как такое, знаю, он же не случайно, он же в 20 веке, это 20 век, это не 19, не 21, это 20 век, когда война Первая мировая, там, Вторая мировая война, когда Красный террор, да, он не застал, тем не менее, более-менее знал об этом. Когда все вот это вот, и это же такой ответ, осознанный он или подсознательный, но это такой ответ всему этому, извините за уважение, дерьму, которое происходит с миром, и ответ этот возносит эти работы туда, где там уже вот совсем чуть-чуть и бог, потому что все, все эти его работы, они над миром. Как Бродского никогда не считали диссидентом, потому что он никаким диссидентом не был, для него эта политическая возня была слишком мелка, ну что такое совок, ну при чем тут это все, вот для Шагала то же самое, это, я не знаю, как для него это было на самом деле, да, то есть что он говорил об этом, у меня не хватает знаний, но то, что я вижу, это то, что оправдывает существование этого чертова мира, вот что я хочу сказать. Известна цитата Бродского про то, что у него с советской властью эстетический конфликт. Это Синявского цитата. А, пардон. Это как раз тот самый Синявский, который с голом штоком ездил по... Но, вы видите, у нас кольцевая композиция получается. По поводу Шагала и его осликов, в серии Лафонтена, вот когда Шагала сделал иллюстрацию к Лафонтену, получил скандал во Франции, потому что националистические антисемиты кричали, что как это, красный еврей покусился на наше святое. Соответственно, у него есть там ослик, который еще и антропоморфный, у него тело человека, а голова ослика. И он такой сидит, и у него, я когда на него смотрю, у меня такой... Ослик, ослик, кто ты? Я, это я, я этот ослик. Поэтому, да, я, мы, ослик Шагала. Это вот сущая правда. Никит, последний вопрос, есть еще две минутки у тебя? Конечно. Да, спасибо. Последний вопрос, который я вот обещал зрителям задать. Давайте покажите, пожалуйста, фотографию. Это экоактивисты, это Лондон, это картина Веласкеса. И они вот лупят в стекло и все такое. Они за что-то, значит, выступают, совершенно не имеет никакого значения, за что. Давайте, как сказать, я не хочу проводить их идеи, так сказать, в мир через наш канал. Ну вот, вот они за что-то выступают. И они разбили стекло картины Веласкеса. Иногда мы видели, что там заливают краской какие-то шедевры, живописи и так далее. Я в начале эфира назвал вот этих людей просто мудаками. Ну, это мое такое частное мнение. Я сказал, что ты значительно более дипломатичен и образован в этом вопросе. А каково твое отношение к подобным перформансам? Пока это было обливание супом. В общем и целом, я могу объяснить... Ну, как? Музейная крыса внутри меня негодует, разумеется. Главная задача музея – это сохранять, даже не показывать. Если мы не сохраним, нам нечего будет показывать. Показывать – лишь третья задача. И когда мы показываем любые вещи в музее, мы понимаем, что подвергаем их риску, что в коллекции, в фонде, за закрытыми дверьми, с правильным контролем в важности температуры гораздо будут они сохранить. Ну, мы такие, ну, блин, ну, обществу будет полезно, да? Есть побочки у этого лекарства, но значение, да? Лекарственное действие сильнее. Показываем. И вот дальше начинается история с этой картиной Веласкеса. Ее же уже не первый раз стакуют. Больше столетий назад ее порезала суфражистка, к сожалению, забыл, как ее звали, требуя освободить свою подругу, свою товарку, значит, задержанную на очередной акции по борьбе за права женщин. Соответственно, тут она под стеклом, и стекло били, и это уже может быть опасно для самой картины. Потому что, когда супом обливают, ну, он стекает по стеклу, нормас. Ну, типа, все равно проблема, рама может быть повреждена, но вот уже не вытягивает мое никакое терпение, когда разбивают стекло. Это плохо. Единственное, что я могу сказать, что в том, что они делают, есть некоторая поэзия, которую, скрипя сердце, я могу принять. Поэзия такого рода. Они устраивают, экоактивисты, свои акции в местах, где действительно следят за климатом и температурой. И как бы вот этот немой вопрос, а почему, выходя за стены здания, мы как-то забиваем на это болт, а вот внутри, да, храним. Мы говорим, вот это ценно, это надо оставить. А там снаружи планета. И ты, что там фигня какая. Вот этот момент, он значим, как мне кажется. Но, черт возьми, мне нужны какие-то границы. Поэтому разбитие стекла и действительно, возможно, серьезный ущерб картине Веласкеса, это печально. Печально, не оправдывает, да. Мэри Ричардс назвали эту сафражистку. О, спасибо, Мэри Ричардс. Вот. Ну, хорошо, Никит, спасибо. Я, конечно, бесконечно продолжал бы этот разговор, но тяжело три часа одному в эфире сидеть, честно говоря. Поэтому надо как-то в Мадрид мне. Надо как-то... И не на Сантьяго Бернабео, а в Прадо лучше все-таки сначала. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное за разговор. Удачи. Любите искусство и потребляйте его, дамы и господа. Всего доброго. Мне знаешь, что понравилось? Вот мне знаешь, что понравилось? Я сейчас отпущу тебя уже. Мне понравилось очень твое высказывание. Это было у нас в эфире, между прочим, год назад. Ты сказал, как велико заблуждение человека, который полагает, что с картиной, как с произведением искусства, достаточно встретиться один раз. Увидел? Увидел. Зафиксировал? Пошел. Почему же вы таким образом не слушаете песню? Услышал? А, ну ладно, услышал. Больше не буду. Почему иногда фильмы мы, да? Ну, увидел один раз. К фильмам это как бы и книгам больше подходит. Но, тем не менее, людям нравится пересматривать кино хорошее, которое, да? Я вон «Залечь на дно в брюге», казалось бы, простейший фильм, простейший, так сделан просто, все настолько просто. Я его пересмотрел недавно три раза. Просто вот сам собой, потом с женой, потом еще раз сам собой. Ну, нравится мне. Вот пересмотрел. Вот то же самое и с картинами. Вот то же самое, если, особенно, ты взаимодействуешь вживую с ними, совершенно разные эмоции в разные периоды твоей жизни и так далее. Правильно же я говорю? Абсолютно. Тут не добавить, не прибавить. Истину глаголят ведущие. Поэтому очень приятно, что это семя падает в навоженную почву. Вот уж с навозом у меня вопросов нет. И проблем. Спасибо. Пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok